Ну, начнем, наверное, с того, что я очень люблю приключенческий жанр. Я вырос в Тбилиси. Это было послевоенные годы. Это был такой кинотеатр, дом учителя. Маленький кинотеатр. Туда помещалось, ну, от силы два тбилисских двора. У всех были свои ряды. И вот мы маленькими пацанами бегали в кинотеатр. Тогда шли американские фильмы «Знак Зору», «Таинственный беглец», «Мстители Зельдорадо». «Бащи смерти». И я воспитан на этих картинах. Ну, и вот после окончания ВГИКа первую картину я сделал о шиферах-дальнобойщиках. Это рейс первой и последней, потому что я был долгие годы дальнобойщиком. Ну, а потом пошел приключенческий жанр. Вот, и мы с Рамизом Фаталиевым, такой есть сценарист, прекрасный сценарист, написали, идея была моя, а сценарий написал Рамиз. Работали мы вместе. И вот так родилась идея сделать боевик о 20-х годах, о банде. Опять о банде. И на этот раз главаря банды играл Миша Казаков. Ну, а схема была такая, что в одну деревню, значит, приезжают постоянно сотрудники милиции, их убивают, и вот приезжает шестой милиционер. Это его играет Никоненко, который входит в такой хитрый, можно сказать, конфликт с главарем банды и побеждает его своим умом, хитростью. Ну, вот и... А чем вас заинтересовал этот фильм? Вот именно эта тема, чем? Опять, как и в «Координатах смерти», как и в «Ненависти». 20-е годы, банда, ужасно интересная работа с каскадерами, прекрасный актер. И главное, что есть герой. Герой, которому надо подражать. То есть для вас это главное определяющее? Да, да. И когда есть герой, я считаю, что вот... Валя, о чем дело, я сейчас объясню. А вот когда герой красивый, сильный, здоровый... Зритель смотрит на него на экране и говорит, ну вот он здоровый, сильный, пускай он делает великие дела. А когда герой Никоненко, вроде не сильный, не здоровый, не высокий такой, но духом сильный. Вот это мне интересно. И вот здесь уже каждый человек в зале думает, почему он, а не я. То есть он в себя... Вот момент здесь очень интересный. Мне вот... Было интересно работать, потому что он прекрасный актер. И... Прекрасный актер Миши Казаков. Вот это столкновение двух характеров мне было очень интересно. Ну, работали мои каскадеры, постоянные мои друзья и соратники. Это опять, я говорю, вот Филатов, Корытин, Сысоев, Вейспал, Улдис. Ну, много ребят были, значит. Моя постоянная группа, которой мы сделали почти восемь картин вместе. Тогда еще не было такого обилия каскадеров, как сейчас. Сейчас любой человек, который может прыгнуть с табуретки, уже каскадер. Да. А тогда вот были ребята очень такие сильные, энтузиасты своего дела. Любили это дело очень. И там есть эпизод, когда идет состав, и на него, значит, специально такая подставляют этот состав, на него бросается банда вот этого Казакова. И это очень сложный был эпизод, потому что, так грубо говоря, красные были в поезде, белые были, значит, бандиты были. Догоняли этот поезд, было очень много трюков, очень много на ходу. Трюков снимать было очень сложно. Это очень было сложно, потому что найти пролет между столбами, килограмм с 7, было невозможно. Сейчас везде столбы телеграфные, а тогда этого не было. И паровоза не было. Паровоз мы пригнали с... У меня был потрясающий директор Роман Комбранд, с которым мы сейчас очень дружим. Он пригнал паровоз с музея Кищенева. И нам дали на время, и вот надо было все трюки, все эти погони снять в маленьком промежутке. Вот мы гоняли паровоз бедный, то в один кайф, то в другой, между двумя столбами. Снята вся картина, ощущение на экране, что он идет, не знаю, по-моему, килограмм 300. Это было очень сложно, потому что то, как какой-то инспектор подзал в кадр на гаечной машине, то было очень сложно. Но, опять-таки, так как мы были очень сплоченным коллективом, все это делалось в легкую. Легко было снимать, потому что все мы были вместе. Я вообще считаю, что если нет такого коллектива, лучше не снимать картины.